Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем с вами чтение книги «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», 28 глава. «Мстительный получит отмщение от Господа, который не забудет грехов его. Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои». И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, сразу приходят нам на память те предупреждения, которыми сейчас наставляет премудрый отец своего сына, очень важны. Не думай, будто не забывая ближнему его перед тобой провинностей, ты сам будешь забвен у Господа со своими грехами многочисленными. Лучше поступи так, как указывает опыт. «Прости ближнему твоему обиду, и тогда из недр твоих явится молитва, по которой будут прощены твои грехи». Как видите, есть особое дарование великодушному и прощающему. Ему даруется молитвенное воздыхание, которое доходит до самого Господа и привлекает на милостивого, привлекает на кающегося и прощение его собственных грехов. Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения. Вот в качестве недоумения представляет такую картину премудрый наставник. Как это несообразно. И мы знаем из притчи Господней о том, как Господин простил своему рабу великий долг, а тот душил из-за малого долга своего клеврета. И узнавший об этом, простивший долг своему слуге, рабу своему, за его немилосердие взыскал все то, что тот был должен. Великое недоразумение оказаться немилосердным к ближним своим, тогда как от Господа ищем мы милосердие. К подобному себе человек не имеет милосердия и молится о грехах своих. В качестве недоразумения представляет такую молитву добрый наставник. Это не молитва, она не доходит, ее не услышит Господь. Именно потому, что расположение самого человека, просящего о прощении своих грехов, немилостивное. Сам, будучи плотью, питает злобу. Кто очистит грехи его? Оказывается, дело очищения не в своем власти Господнем находится, а в освобождении человека от его собственных претензий к окружающим его ближним. Помни последнее и перестань враждовать. Помни последнее, твоего веки не согрешишь, говорил премудрый Соломон. Помнить последнее, это значит не забывать, что ты смертен, нет смысла быть слишком разъяренным и до ненависти, до злобы, до гнева делить мирские блага или собственную земную славу, когда являешься ты квинтэссенцией праха в определении Шекспира, устами Гамлета. Помни истление, и смерть, и соблюдай заповеди. Сама узда смерти была наложена на человеческую природу после грехопадения именно для того, чтобы не уподобился человек бесу, бесконечно развивающемуся в своем богоотступничестве и злобе. Таким образом, это возвращение персти в землю, откуда и взят человек при своем сотворении, является Божьим попечением о его вечном спасении. Помни заповеди, и не злобствуй на ближнего, помни завет Всевышнего, и презирай невежество. Оказывается подлинная просвещенность сердца не в объеме знаний, полученных при разных ступенях своего образования, а великодушие и снисхождение к подобным тебе людям. «Удерживайся от ссоры, и ты уменьшишь грехи, чьи, свои ли или чужие, и те, и другие. Ибо раздражительный человек возжжет ссору, человек грешный смутит друзей и поселит раздор между живущими в мире». Действительно, право говорит апостол Иаков в соборном послании своем, как малый огонь сжигает много вещества, так и язык прекрасной неправды много зла может причинить. И далее наш Богом просвещенный наставник еще более живописно дает нам понять, насколько великое зло состоит в деятельности этого без ограничений, возжигающего злобой и раздражительностью своей окружающих людей языке. Каково вещество огня, так он и возгорится, и какова сила человека, таков будет и гнев его, и по мере богатства усилится ярость его. «Жаркий спор возжигает огонь, и жаркая ссора проливает кровь». Нет ничего хуже человекоубийства, ибо и дьявол человекоубийца бе искани, но оказывается неосторожные слова, но склонность к раздражительности, неумение простить обидное слово ближнему своему порождает не просто взаимные претензии и потерю мира, но и кровопролитие. Если подуешь на искру, она разгорится, если плюнешь на нее, угаснет. То и другое выходит из уст твоих. Таким образом, кому нужен огонь для того, чтобы согреться, должен действовать соответственно, раздувая уголек из уст своих. Тому же, кто опасается пожара и должен оставить после себя недымящуюся головню, угрожающую новым воспламенением, но хладное место, слюна того посодействует ее угасанию. То же сквозь уста приходящее и разжение огня между людьми, и погасание, угошение этого самого огня страстей. Наушник и двоязычный, да будут прокляты, ибо они погубили многих, живущих в тишине. От злых слов происходит воспламенение страстей, гнев начальствующих, выяснение отношений, ссоры, доходящие до рукоприкладства и кровопролития. А потому таковый привлекает на себя проклятие от самого Господа, то есть бывает вполне от него отвержен. Язык третий многих поколебал. Что это за русское слово, что за определение по церковнославянски? Звучит язык трегубый. Многие потрясе и разлучи, «Я от языка в язык». Трегубый язык — это не третий по количеству, а тот, который изворотливо и льстиво говорит разное разным и, выведывая тайны, льстит, а потом источает яд, передавая зло о своем ближнем. Многих поколебал и изгонял их от народа к народу и разорял укрепленные города. Укрепленный город — это образ действительно серьезного противостояния врагу, и он оказывался неспособным устоять против коварного и лукавого языка. Язык трегубый, третий по-русски, изгнал доблестных жен и лишил их трудов их. Почему говорит отдельно о женщинах мудрый наставник? Потому что для женщины худая слава еще больше зло, чем для мужчины, который во многом своими делами, доблестью, созиданием может не спровергнуть сплетаемую против него клевету очевидностью благих дел, как говорит апостол, пусть, видя ваши добрые дела, прославляют Отца вашего Небесного. Или те, кто злословит вас и клевещет на вас, пускай будут усрамлены теми добрыми делами, которыми будет явно освящено ваше жительство. А вот для женщины, которая пребывает в меньшей активности и внешних делах и созидании, оказывается, этот яд злословия действует еще более убийственно. Внимающий ему этому лукавому языку не найдет покоя и не будет жить в тишине. Твое право, однако, в том, чтобы не внимать всякого рода злословию, как и лесте, так и клевете, касается ли тебя, какое похвальное слово от лукавых уст исходящее, касается ли других злое слово, не будь наивным, перекати полем по влиянию ветров, то туда, то сюда, мотающихся по гладкому и сухому полю. Не уклоняйся своим слухом и расположением сердца к тем речам, которые имеют своей целью разжигание страстей. Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушит кости, то есть сильнее наносит поражение, чем внешнее бичевание, рассекающее только кожу. Многие пали от острия меча, но не столько, сколько павших от языка. Счастлив, кто укрылся от него, кто не испытал ярости его, кто не влачил ярма его и не связан был узами его. Итак, два вида счастья указывает добрый и богомудрый наш наставник. Тот, кто уберегся от клеветы человеческой, избавим от клеветы человеческой и научу и сохраню заповеди твоя, говорит царь псалмопевец Давид. Таким образом, по милости Божьей, человек бывает уберегаем от этого внешнего зла, причиняющего столько бед и невзгод, когда покрывает его Господь от злоречий ближних, но и не менее счастлив тот, кто сам не подклонился под соблазн злословия, ибо это означает влачить ярмо его и быть самому связанными узами его, ибо ярмо его ярмо железное, и узы его узы медные, смерть лютая смерть его, и самый ад лучше его, что хуже ада, тем не менее вот эта зависимость от злоречия оказывается худшим ада, почему, что может быть хуже ада для человека, быть виновником ввержение в ад подобных себе людей, а именно этим согрешает не сдерживающий слов злых или внимающий им и отвечающий на них движением собственных недобрых чувств, равно как и тот, кто сам привносит в мир разжение страстей своими нечистыми и недобрыми словами. Не овладеет он благочестивыми и не сгорят они в пламени его, оставляющие Господа впадут в него, в них возгорится он и не угаснет. Благочестивые бывают злословимы, но святый Феофан называет это злословие для следующего путем Господнем целебными грязями, которые оказывают еще и пользу, ибо в камнепаде злых слов бывают еще тверже становятся веры того, кто неробща принимает клевету и преодолевает ее, не смущаясь сердцем, но прибавляет смирение и кротости, тихости и самоукорение душе своей. Он будет послан на них как лев и как барс будет истреблять их. Смотри, огради владение свое терновником, свяжи золото твое и серебро, и для слов твоих сделай вес и меру, и для уст твоих дверь и запор. Самыми большими сокровищами именует наставник эту словесную человеческую силу, обуздай ее, храни ее, как серебро и золото в доме с твоем, поставь сторожей возле них, меру поставь, огради терновником, как непреодолимой стеной твое право и возможность как слушать, так и говорить, и таким образом будешь по-настоящему богат. Берегись, чтобы не споткнуться ими и не пасть пред зло умышляющими. Всегда будут провоцировать тебя, разорить богатство свое и пуститься в словесные пререкания, но будем брать пример у Господа, который и перед лукавыми вопрошателями, и перед ненавидящими его умел вовремя и молчать, а вовремя сказать краткое слово, а иногда и простереть речь свою надолго ради спасения и пользы слышащих. Субтитры Продолжение следует...